Быть мамой пятерых дочерей – настоящее счастье и самая почётная миссия. Для своих детей Светлана Ратникова – лучший друг, надёжная опора и просто близкий человек, который всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. За подаренные жизни и безупречное воспитание женщина удостоена высокой государственной награды. Для меня моя семья – это гордость. Я, конечно, не мечтала о такой большой семье, но от этого, как говорится, не убежишь. Я очень рада, что у меня есть такие прекрасные пятеро девочек. Думаю, будет возможный мальчик, если это так получится. Надеемся на это. В уютном доме Накирова не смолкает детский смех. Старшей Елизавете 13. Она – мамина гордость и главная помощница. И за младшими присмотрит и посуду помоет. 11-летняя Арина растёт смышлённой и рассудительной. Учит сестрёнок читать. Хорошо учится, любит рисовать. По годке Полина и Ксения, как и положено в их возрасте, много шалят и резвятся. Еве всего год и семь. Настоящая папина дочка. Наша семья, она очень весёлая, она очень красивая, она очень добрая и милая. Мне всегда они бывают скучно, мне всегда очень весело с сестричками. Мы всегда с ними гуляем, например, в школу, в садик. Накормить всех, навести порядок, выслушать каждого. Реальная жизнь многодетной мамы – совсем не картинка из журнала. Светлана Ратникова этого не скрывает. Признаётся, в большой семье скучать некогда. Но в этом и есть её главное счастье. Плечо подставляет государство. Новая трёхкомнатная квартира ждёт будущих новосёлов. Когда нужна помощь, я бегу к мамочке, потому что мама всегда поддержит, успокоит. Больше с ней мы любим готовить. Наше любимое блюдо – это, например, приготовить салатики на день рождения или какие-нибудь пирожки с ней делать. Путь к женскому счастью – непростой. В 18-й Светлана вышла замуж, родила двух дочерей. Спустя время развелась, не сошлись характерами. Позже женщина встретила будущего отца и ещё троих девочек. С Вадимом у них счастливая и дружная семья. Признаётся, орден матери по праву может разделиться своим мужем. Работа по хозяйству на его крепких плечах. Меня всегда встречают. Они только слышат, что я зашёл, они уже все тут, как тут, все возле папы. Какой бы ни усталый был, я всегда с ними играю, всегда помогаю. Мои девочки для меня – это самая моя гордость, радость. Да и вообще всё. Всё, всё, все вот они, все мои. Таких многодетных семей, как Ратниковы, в республике более 121 тысячи. Жильё, семейный капитал, гарантии в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и жилищного законодательства. Список господдержки немалый. Помогают и тем, кто долгие годы мечтает о ребёнке. На уровне государства закреплена возможность сделать ЭКО. Традиционные ценности у белорусов в почёте. Не случайно мы входим в 25 стран мира, где созданы благоприятные условия для рождения и воспитания детей. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.